я хочу быть рядом с ней девочкой ушедших дней на вас ладно вот стильная такая по поэтому помогите мне а то мне сейчас встретил товарищи ты как боевой офицер хочешь сразу это внешнему виду я тут хотя про расследование моя история давайте с юных я пробегусь у нас же история про здоровье вот поэтому да евгений михеев писатель автор канала на генджелс расследовательского канала можно добавить если позволяют титр значит юрий шатунов это особенный человек на нашей эстраде потому что его судьба стала практически для миллионов людей какой-то квинтэссенции которую знали практически наизусть несколько поколений что ключевая история мальчик из детдома но начнем с того что в детдом он попал уже в возрасте 7 лет вот это был не детдом и интернат его привела туда родная мама родная мама привела его потому что жила в очень тяжелых условиях финансовых грубо говоря в нищете и естественно страдала сама вместе со своим сожителем алкоголизмом ребенку не хватало не то что внимание ему не хватало еды нормального сна человеческого там и всего остального кроме того сожитель мамы регулярно избивал и маму и ребенка что собственно было причиной побега юры из семьи из дома бабушка тоже была с тяжелым характером жить у нее не получалось соответственно юра начал бегать самых ранних лет можно сказать что дома не жил естественно холод голод воровство все это отложилось и одним из таких свет светов в окошке в таких сложных ситуациях для людей для семей бывает отдать ребенка в интернат чтобы он хотя бы был накормленный сытый интернат был многодневные люди там оставались дети жили полноценно иногда их родители забирали но после смерти мамы в 11 лет юры юра остается фактически один при живых родственников живом отце который с самого начала не жил срая с ними он они не были женаты они не жили вместе и соответственно он не забрал юру вот при родной бабушке и дедушках там нескольких тетушках дядюшки он остается сиротой при куче родственников соответственно никто его не забирает он начинает бегать а это все голодные годы это естественно холодные годы это где-то и драки и все остальное все это на здоровье положительно не влияет скажите пожалуйста вы довольны что родительскую любовь вам заменила любовь вот тысяч поклонников по всей стране на этот вопрос на самом деле очень сложно ответить потому что родительскую либо вряд ли что-то заменит это немножко другое это это совсем другое то что тебя любит множество людей это не то что когда тебя любит один человек в чем близкий тебе родной то есть вы скучаете по этой любви и и вашей жизни до сих пор дело в том что я не скучаю я и не знал как таковой потому что у меня не было вообще и я где-то завидую тем людям у кого есть родители его давайте вернемся к слову вообще в каком возрасте вы попали в детский дом вы сразу были рождены мамой и вас отдали в дом малютки или как нет не было немножко иначе на самом деле у меня мать умерла восемь четвертом году мне тогда было наверное лет восемь после этого я остался с бабушкой но так как я был ребенок достаточно непослушный вот меня отправили в детский дом то есть за свою жизнь меня их было порядка шести детских домов меня переводили из одного в другой в третий пятый десятый образно говоря где ловили там и силе а почему вы стали таким то есть вы не смогли просто смириться что мама ушла ведь восемь лет вы с ней вместе жили хорошо жили нормально ну если честно сказать то нет были конечно же конфликты потому что отца у меня не было был очень которого я не очень-то любил вот и у них были достаточно натянутые отношения они выливались иногда в скандалы и все это на моих глазах на самом деле это не очень приятно и просто в один в один момент я все бросил и ушел из дома тетушка которая забрала его после смерти мамы ну не выдерживают у него свои дети вот и поэтому ей тяжело живут также в нищете своих бы поднять куда тут еще и юру тянуть а он тем более мальчишка шебутной с характером уже потому что обиды на взрослых на старших на родителей которые его не не обогрели теплом и не создали нормальной семьи соответственно юра с таким характером когда мог в окошко вылезти просто ночью убежать там кататься гулять на конюшню куда угодно в итоге тетушка некоторое время помучившись решает его сдать детский дом несмотря на то что в детский дом сдают он бегает из них регулярно он сменил порядка там шести интернатов и детских домов вот получается это бродячая жизнь вот в полном в полной мере как люди себе представляют вот это вот детство после голодомора когда там в начале прошлого века сто лет назад там дети беспризорники были его оборванные голодные вот такое детство было получается некоторое время у юры однажды его соответственно ловит полиция милиция на тот момент из-за кражи и бродячничество его хотят собственно в колонию для несовершеннолетних определить понимая что собственно его никто нигде не ждет не тетушки не бабушки и так далее и в это время он встречает женщину на этом самом заседании комиссии по делам несовершеннолетних встречает валентина николаевна тазикенову которая стала его мамой второй который его усыновила и взяла в балахский детский дом где она на тот момент была директором и школы этого учреждения детского таким образом вот он первый раз попадает в среду где более менее у него начинается систематическое питание забота уход и в том числе возможность спать на простынях чистых вот ухоженных пропускаем период когда он перебрался в оренбургский детский дом и так далее ну то есть время детского дома это там порядка двух лет под присмотром валентина николаевна это наверное вот самые такие относительно спокойные счастливые годы когда он был мы фактически в семье ребенком и за ним и за здоровьем смотрели и кормили и поели и так далее и дальше начинается ласковый май ласковый май как вы понимаете это история карабаса-барабаса и театра кукол когда один жестокий продюсер просто детей несовершеннолетних по 10 раз в день использовал гоняя по всей стране вот и по 10 по 8 концертов в день давали это преподносит сейчас что это было достижение какое-то нереально но по сути дела вы представьте там 13-летних детей целый день круглосуточно держать работать заставлять фактически они только спали чуть ли не в одежде и перебирались в новое место ну то есть абсолютную театр карабаса-барабаса я готов на подпись и 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 Вот уже 8 месяцев я не работаю с Разиным. Работаю с Разиным, мне постоянно затыкали рот. На телевидении прессе Разин всем говорил, что я не даю интервью и не люблю сниматься. На своих концертах Разин заявляет, как пишет мое имя, и, выходя на сцену, объясняет зрителю, мой неприезд тем, что я поломал ноги, или у меня болит голова, или там зубы выдернуты. Ну, в общем, такие вот сказки. Вот. И последняя его фишка, что у меня началась мутация. Я потерял свой голос, и что я больше вообще не буду петь. Что он только не говорит в мой адрес. Просто всякие сказки, байки, небылицы. Мне это просто надоело уже. Мы поняли, что в моральном отношении, в общем-то, сейчас вам живется довольно не сладко. А в чем конкретно проявляется давление на вас? В настоящее время Разин организует против меня давление, шантаж и угрозы. Он запрещает мне давать интервью и сниматься. Но я начал это делать, и он за это непослушение грозится меня выгнать из Сочи и отобрать вот этот дом. Также на меня сейчас осуществляет давление моими же документами, моим паспортом. Так как он находится у Разины больше года, Разин мне говорит, что он находится на прописке. Но на какой прописке, я не знаю. Я знаю только одно, что я прописан в школе-интернате номер 24 на койку. И еще, Разин мне не отдает трудовую книжку и по праву принадлежащий только мне весь мой творческий материал. Это мои клипы, мои записи, оригиналы песен. Но самое наглое требование Разина – это запрещение мне петь, особенно в Москве и Питере. В противном случае он грозится принять все меры, в частности физические, чтобы эти концерты не состоялись. А стиль ваших песен, он изменится или вы будете работать в старом своем стиле? Я буду работать в том же стиле, только более профессионально. А вы сейчас себя считаете свободным человеком? Я чувствую себя свободным уже 8 месяцев. Это просто классно. Пока монтировалась передача, обстановка вокруг Юрия Шатунова резко обострилась. В ответ на новые угрозы со стороны Разины, менеджер Шатунова Аркадий Купришов обратился с соответствующим заявлением в органы милиции города Сочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА